Всем OG Buda и Егор Drill. Меня по-прежнему зовут Стас Гарпрод. Всем, так сказать, здравствуйте и приступаем, пока я не выяснил, что перегреется быстрее я или моя камера. Темп 130 ударов в минуту. Первый инструмент гитара. Возьмем ее из контакта. И вообще этот биток, точнее сниппет этого биточка, я заприметил еще 4 марта. Пикит Акустик Мелоди, наша библиотека, и заприметил я его в Инстаграме Палагина, который является автором этого бита. Так сказать, Палагин жми на тапок. Мелодия пишется в скейле D-Sharp Minor Natural. Мелодия будет у нас идти в таком типа дриловом ритме, и она будет идти по ноткам аккорда D-Sharp Minor. Только вот эту сместим. Да, типа того. И тут еще будет аккордик в виде нотки А. Вообще мелодия будет состоять всего из двух тактов. И второй, он начинается уже с интервальчика. Угу. Ту-ту-ту-ту. Ту-тан. Тран. Нет. О, да. Шикарно. Идеально. Волшебно. Восхитительно. Теперь что нам нужно сделать? Альт-С, чтобы подвигать аккорды. Во. Теперь Альт-Р, чтобы рандомизировать тоже велосипед у всех ноток. Ну и теперь выделим все, и все прибавим. И сейчас пропишем вторую мелодию с помощью плагина Flex. Это не тот инструмент, просто похожий, потому что тот инструмент колокольчики играет далеко на заднем плане. Его там не подберешь, так что вот... Идеальное совпадение. Тун-тун-тун-тун. Вот так. Тун-тун. А тоже. Вот так. И его дублировать не будем, пропишем. Потому что другая партия, понимаете? Как и в тот раз. Здесь уже будет Б. Тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун. Да, вот он. Тун-тун-тун-тун. Потом здесь А. И... Ну, как бы вот этот F только на октаву ниже. И это, кстати, мы перенесем в новый паттерн, потому что мелодия будет идти в 8 тактов. У нас здесь должны быть фаршлаги. Вот это выделяем в сторону, двигаем. Альт-стрелка вправо. Как-нибудь вот так. И добавим фаршлаг. Тут Б. Ага. А здесь тоже Альт-стрелка вправо, только уже фаршлаг на ноте А. И теперь наверху уже выделяем. Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B. Шикарно. И вот здесь, опять же, пробежечка. Как-то по-другому это не назовешь. Ctrl-B, F, F. Только чуть подлиннее. Все было бы здорово, но звучание этого флекса очень не очень. Ну, точнее, сам звук прикольный. Но с ним нужно проделать кое-какие манипуляции. Вот эта атака, которая звучит в начале, нам не нужна. Поэтому на вот это Envelope ADSR. То есть, атака, Decay, Sustain. Ой, неважно. Мы вот атаку убавим до идеально. То есть, получается, до 67%. А релиз. Мы так сильно его укоротили, потому что мы сейчас добавим ревер. Слушаем. Вот. Вообще заиграло. Теперь чуть-чуть дилея. Вот. Прикольно. Вот это. Вообще шикарно. И хорусы до половины. Теперь нам нужно пойти сюда и нажать Alt-R как-нибудь. И можно еще Alt-S. Дрампаки все те же, что в прошлом видео один в один. Кроме вот этого дрампака. Отсюда я взял кик. А название сэмплов вы видите. Так что без труда сможете их найти в этих дрампаках. И, кстати, как обычно, скачать этот проект можно будет у меня в Инстаграме. Как только это видео соберет 3333 лайка. Ссылка на мой Инстаграм в описании. Там же вы сможете найти проекты от прошлых видосов. Они там по ссылке в профиле. Ну и иногда интересные сторисы. Так что можете на него подписаться. Я уж точно против не буду. И ставьте лайк этому ролику, если вам уже нравится мелодия. Или вы хотите поскорее скачать этот проект. Продолжим биточком. И первым нашим звуком будет snare. Точнее писать мы его будем вот на этой ноте. Клип, буст, окей, погнали. И он расположен традиционно по-дриловски. Вот так. Следующая штука более интересная. Вот этот клэп. Он будет играть раз в четыре такта. То есть два раза за паттерн. И что мы с ним сделаем? Зайдем в веселые настройки. Буст трогать не будем. Тронем. Реверп. Реверп у нас будет тип B. Включим ему нормалайз. И ин покрутим так, чтобы вначале появилась небольшая пауза. Ну и аут можно немножко открутить. Потому что там раз в четыре такта что-то такое играет. И вот я решил использовать этот клэп. Ctrl-C на вот этот звук. Ему мы просто открутим Out. И еще крутанем Shift. Потому что Shift можно крутить не только хэтом. Ctrl-V. И на этот звук открутим Out полностью. Подкрутим ему Shift. Вот. Теперь хай-хэты. Как-то вот так. Именно так. Примерно как-то так там звучат хай-хэт. Alt-R. Просто чтобы добавить движение с помощью Velocity. И конечно же Shift. Еще можно чуть-чуть открутить Out. Клип. И EQ чуть-чуть добавим. Теперь идем в следующий хай-хэт. На нем сразу же крутим Shift. Ну чтобы, ну, на всякий случай, почему бы и нет. И он будет играть немного иначе. Вот так. Еще вот так. И вот так. То есть тык-тык-тык. А здесь он играет ту-ту-ту. Ну и кик. Прописали. Бас я решил взять вот такой. Мы его чуть-чуть подгрузим декабитатором. Он зазвучит примерно так же, как в треке. Начинается он ты. Вот так. В этот. Все это продублируем с Shift. И ту-ту-ту-ту. Вот так. Ту-ту. И чуть сократим. Снова дублируем эту часть. И здесь почти тоже самое. Только сверху вниз F-sharp и F Но здесь добавляется еще одна штука Вот так, вот так и вот так И опять же, вот это все чуть-чуть покороче В одном моменте это играет вот так Но в остальных моментах за весь трек это играет вот так Ту-ру-ту-ту-ту Вот, весь бас Естественно, там все это сделано слайдами Вы в настройках сэмпла можете зайти вот сюда В гаечный ключ Port Amono Включить слайд как-нибудь настроить Но я хочу покрутить слайд самостоятельно Настроить все слайд-ноты Потому что как бы мне хочется верить, что я просто заставляю звучать их как мне хочется А не так, как предлагается по умолчанию Но как бы вы выбираете самостоятельно Вот так делаем Выбираем эту нотку слайд-ноткой Акцепт И вот эту убавляем Переносим сюда А эту переносим наверх И также убавляем И здесь мы еще можем удлинить эту нотку И добавить D-sharp Только на октаву вниз И громкость убавить Чтобы было Типа, увы, в конце Или там еще на октаву выше Да, еще на октаву выше Да, это гораздо дольше Но мне так больше нравится Окей, теперь переименуем сэмплы И скинем все на микшер А, ну и я забыл символ Отключаем ему use loop points И просто Первым делом RC20 на гитару Но если отключаем Воблу оставляем Distort переключаем на Air И чуть-чуть спейса После этого ставим Equalizer И тут я буду творить дичь Сразу предупреждаю Типа Вот так Вы спросите, зачем это все? А я скажу, чтобы освободить место под ударные И чтобы гитара не выбивалась сильно вперед Потому что гитара Это гармонически очень богатый инструмент И вот такое с ним делать можно в исключительных случаях Это, я считаю, исключительный случай Потому что здесь нужно много места Басовый и ударный Вот с этим инструментом Мы поступим еще более зверски Накинем на него параметрик И типа Вот все мясо у него отрежем Потому что он вообще должен играть Только там где-то Где-то, короче, вокруг нас По этой же причине Мы накинем стерео шейпер И мне кажется, сюда отлично зайдет Кикстарт для придания такого пампа Соберем канал со снэрами, получается Соберем канал с хэтами И соберем общий групповой канал ударных Ну и, конечно же, канал с реверберацией Куда же без него Вайхала Винтэч Вёрд Пресет Холл И фэт Снэйр Холл Отрежем его вниз Удлиним ему дикей Но сначала бас Как-то вот так Усиление в районе пятерки Примерно И тони в сторону дарк чуть-чуть Ну и, конечно же, озон Эмайджу на него Как обычно, бэнд в районе 200 с небольшим Стереоайз включаем и Даже вот так Кик добавим Можем собрать еще групповой канал инструментов Теперь на канал с хэтами кинем расширение Тоже озонный мейджер Стереоайз включаем, бэнд тоже где-нибудь так Этот послабее, этот посильнее Теперь берем его и перетаскиваем на снэры Но настраиваем послабее О, слишком широко Теперь идем на канал с ревербом Давайте его назовем реф И дадим ему какой-нибудь цвет И тоже направим на канал с ударными И будем по чуть-чуть отправлять на него звуки Идем на канал DRM Что я сюда могу положить вообще? Что я могу сюда закинуть? J37 пресет вот этот Но из левла убавим И DRM SHAPER Чуть-чуть добавим атаки Чуть-чуть убавим релиз Включим софт клип Можем еще кинуть J37 на инструменты Сразу же после него центр стерео Как обычно одинаковые настройки почти всегда Теперь чуть-чуть убавим инструменты Еще можно сделать сайдчейн от кика на 808 И на канал с инструментами Фрутилиметр закидываем на канал с инструментами В режиме компрессор правой кнопкой мышки на сайдчейн Выбираем кик Рэйшо крутим сразу на максимум Релиз убавляем Сустен чуть убавляем Ловим трешхолдом Вот как-то так Больше точно не нужно И повторяем то же самое для 88 Убавим чуть-чуть все-таки реверб Теперь мы можем все это перенести в новый паттерн Сделать сплит бай ченнел Можно выставить структурку Начинается все вот так Но в целом тут мало чего интересного Просто я выставляю структуру Примерно так, как в треке Следующая часть более интересная Вот так обрезаем Подкидываем сюда все остальное И тоже так же вот так обрезаем Берем вот этот инструмент Оставляем первый звук Кстати да, нам нужен вначале кик И 808 бас Точнее их первый удар А еще нам нужен кусочек вот этого То есть все вот эти финальные снеры Которые у нас играют Они у нас здесь будут играть вначале Ну я так услышал опять же И в конце у нас играет самая интересная часть На мой взгляд Просто полный паттерн Но выделяем все наверху И на мастер сейчас закидываем пару интересных вещей Например, халф тайм С одного бара переключаем его на два бара И все Закидываем сюда еще фрукти реверб Давайте мы сайз увеличим на максимум Низ отпилим Еще драй немножко убавим Давайте до 80% И early reflection в ноль После всего этого дете фильтр Бесплатный плагин Я рассказывал о нем в видосе С сэмплом на бесплатных плагинах Если что, вот тут вот подсказочки Можете его посмотреть Драйв убавляем в ноль Жмем вот сюда вот Low filter крутим Правой кнопкой мышки снова сюда Create Automation Clip Во-первых, у нас начинается все вот так Здесь просто вот так ставим На 100% на начале бета Теперь нам нужно Fruity Reverb 2 Create Automation Clip И включаем его только на последних 8 тактах Все остальное время он отключен Идем правой кнопкой мышки на халф тайм Link to controller на драйвет И здесь вот просто выставляем Reverb Mix Level Чтобы не плодить лишний клип автоматизации Смотрим, Remove Conflict Должен быть отключен Жмем Accept У нас не играет вначале Ни халф тайм, ни реверп Но вот здесь вот Правой кнопкой мышки Драйвет Dirty Filter Create Automation Clip Ну короче, чтобы он не был включен постоянно Он будет включен у нас вот здесь И вот здесь и все На нем здесь мы рисуем плавный спад Вот какой-нибудь вот такой И в ревербе на дикей правой кнопкой мышки Create Automation Clip В конце точка на нее правой кнопкой мышки Copy Value Вот сюда правой кнопкой мышки Paste Value И просто в конце поднимаем Чтобы дикей рос Вот вы можете увидеть Он увеличивается Ну и теперь пока я постепенно перегреваюсь Закидываем на мастер еще и озон И какие-то такие настройки на озоне Здесь Enhanced Space Максимайзер вы видите на экране И перед тем, как мы послушаем Этот шикарный, надеюсь, по вашему мнению, биток Напоминаю вам, что у меня есть видеокурс По битмейкингу в стиле Новой школы и трэпа От А до Я Который в том числе подойдет и новичкам Он стоит 3290 рублей И чтобы узнать о нем подробнее Или его заказать Напишите мне Ссылка на меня есть в описании Можете написать мне в Инстаграме В Директ или ВКонтакте В личные сообщения Так что напишите мне прямо сейчас Закажите видеокурс И если вам это видео показалось Чуть-чуть полезным Капельку интересным Или просто понравился биток То смело ставьте полностью заслуженный лайк И чтобы не пропустить следующие разборы битов Видеоуроки по FL Studio Или другие видео о битмейкинге Обязательно подпишитесь на канал Кнопочка подписаться есть внизу Вот промотайте чуть-чуть И нажмите на нее Так сказать Сделайте красную кнопку серой И на этом у меня уже точно все С вами был Стас Гарфпрод Надеюсь вам было интересно Со мной в этом видео Буду ждать вас в следующем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok